надбавки медикам не женская работа и подробности жуткого нападения собаки на девятилетнюю девочку всем привет меня зовут алексей шкуров а вы смотрите вечерний выпуск сильных новостей подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и оставляйте комментарии минздрав определился как будут распределяться с 1 июля надбавки для медиков информация была опубликована на национальном правовом интернет-портале так например врачи-специалисты отделения анестезиологии и реанимации интенсивной терапии и реанимации будут получать надбавки в размере 200 процентов оклада средний персонал этих же отделений будет получать 70 процентов оклада надбавки врачам специалистам приемного отделения составят 135 процентов оклада среднему персоналу 50 процентов врачи-специалисты которые работают с пациентами с инсультами могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 135% оклада, а средний персонал в этом же отделении – 50%. Для врачей выездных бригад скорой помощи установили доплату в 135% оклада, а среднему медперсоналу – 60%. Также надбавка в размере 135% оклада установлена и для врачей общей практики, и участковым врачам-педиатрам. А участковым медсестрам и братьям, помощникам врача, медсестрам и медбратьям общей практики – фельдшерам. Будет дополнительно выплачиваться 50% их оклада. Другим врачам-специалистам надбавка установлена в размере 85% оклада, а среднему медперсоналу – 35%. Также надбавки предусмотрены для выпускников медицинских вузов, которые едут работать по распределению – младшим медсестрам и братьям, санитаркам и другим работникам в сфере здравоохранения. В Беларуси женщинам разрешили работать дальнобойщиками и литейщиками, а сварщики и пожарные пока не пускают. Минтруда вдвое сократил список тяжелых и вредных работ, на которые запрещается привлекать женщин. Соответствующее постановление вступает в силу с 24 июня. Теперь, в частности, женщинам разрешили водить автобусы в междугородных пассажирских перевозках и грузовые автомобили, работать в литейках, трудиться в профессиях, связанных с производством целлюлозы, бумаги, картона и других изделий из них. Однако женщин по-прежнему нельзя привлекать к работам, связанным с подъемом и перемещением тяжести вручную, горным и горно-капитальным работам, сварочным работам, тушению пожаров. Минтруда отметил, что теперь возможности женщин в выборе профессии значительно расширились. В запретительном списке осталось всего 88 позиций, ранее их было 181. Где и какое жилье будут строить в Гомельском районе? В райисполкоме рассказали. В этом году в районе запланировано возвести более 54 тысяч квадратов живоплощади. 43% уже сдали в эксплуатацию. Отдельное внимание уделяют многодетным семьям. Сейчас на учете нуждающихся состоит 336 таких семей. 100 из них должны отметить новоселье уже в этом году. По крайней мере, так запланировано. Сейчас в Гомельском районе застраивают микрорайон в поселке Чонки. Затем приступят к возведению новых кварталов с электродомами в Севруках и коттеджей в Поляне. Также думают над возведением многоквартирного дома в Урицком. Кроме того, там же выделяются участки под индивидуальное жилищное строительство. Продолжаются работы на участке в Головинцах. В Еремино и Климовке уже разрабатывают проектно-сметную документацию под индивидуальное строительство. Появились подробности о нападении бультерьера на ребенка под Мозырем. У пострадавшей девочки рваные раны живота, ноги – области гениталий. Хозяйка же собаки считает, что ее питомец просто играл. Напомним, нападение произошло 19 июня в деревне Дрозды под Мозырем. На девочку, которая шла по улице, набрасывается пес, валит ее на землю и кусает. По словам женщины, которая первая услышала крик девочки, она ничего не успела схватить, чтобы отбить ребенка у собаки. У нее в руках была только детская кепка, передает телеканал Мозырь. Вместе с женщиной на помощь девочке выбежала собака Спайка. Она тоже участвовала в спасении ребенка. По словам мужчины, который также помогал отбивать девочку от собаки, бультерьер все время пытался схватить ребенка. Как рассказала мама девочке, ребенок выносил мусор. Собака помолила ее и терзала 2-3 минуты на дороге. По ее словам, у девочки все разорвано и поцарапано в районе гениталии. Две рваные раны на щиколотках и на боку, а также царапины, ушибы, ссадины и синяки. Кроме физических травм, девочка получила еще и сильный стресс. Она долгое время смотрела в одну сторону и просила ее погладить. По словам хозяев, собак с животной было во дворе на привязи, но от жары ошейник растянулся и она убежала. По их мнению, с девочкой пес на улице просто играл. По словам хозяйки, собака у них не на самовыгуле, а произошедшую ситуацию она называет форс-мажором. Хозяева не отнекиваются и знают статью административного кодекса и заплатят то, что надо. На защиту девочки встала вся деревня. Люди утверждают, что это уже не первое нападение этой собаки на людей. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в милицию. Продолжая тему, в фестивальном парке посетители спускают своих собак с поводка, а те гоняют белок. Местные встали на защиту мелких пушистиков. К администрации советского района в ходе прямой линии обратилась местная жительница Валентина. С ее слов, она часто гуляет в парке фестивальном, и ее беспокоит благополучие обитающих там белок. Пушистиков, которые привыкли спускаться с деревьев и подходить к людям за едой, постоянно гоняют спущенные с поводков собаки. И если их хозяевам это кажется безобидной забавой, то белки испытывают колоссальный стресс, считает женщина. Гомельчанка просит поддержки у чиновников, чтобы срочно прекратить издевательства над маленькими обитателями парка. Думаем, многие согласятся с переживаниями Валентины. И кто уж точно, так хранитель белок Николай Николаевич, про которого сильные новости рассказали ранее. Мужчина уже 11 лет изо дня в день выходит на прогулку, чтобы покормить рыжих малышек. И также ломает голову, как спасти их от четвероногих питомцев. Как будто в Чернобыле. Посмотрите на атмосферные фотки гомельского дельфина. Напомним, многострадальный гомельский бассейн практически полностью изношен. Его проще снести, чем ремонтировать. Власти советского района предлагают соорудить на его месте спортивно-игровой комплекс, а уже в другом месте построить новый бассейн. Ну а вы посмотрите, как выглядит старичок прямо сейчас. Было много крови. В Гомеле на киевском спуске девушка неудачно упала с электросамоката и разбила голову. Как рассказали очевидцы паблику ЧП Гомель, это произошло вчера около 8 часов вечера. Девушка ехала на электросамокате по киевскому спуску и около фонтана упала, ударившись головой и носом об асфальт. Она потеряла сознание и лежала так примерно 14 минут, говорят очевидцы и добавляют, что было много крови. Затем приехала скорая. К этому времени девушка стала приходить в себя. Дальнейшая ее судьба пока неизвестна. Подгрудный мужчина, отбывающий срок на химии, из-за страха оказаться в колонии, ударил себя ножом в грудь. Местный участковый отправился на проверку своего подназорного, который находился на домашней химии. Мужчина не пришел отметиться и дважды покидал место отбывания наказания. Милиционер приехал и стал стучать дверь, но никто не открывал. Спустя время все-таки появилась бабушка-химика и сказала, что внук себя плохо чувствует. Участковый прошел в дом и увидел своего поднадзорного с ножом в груди. Майка на мужчине была приподнята. Он держался за рукоятку ножа. Сотрудник милиции вызвал скорую и сообщил о произошедшем в РОВД, а также оказал химику первую помощь. Чуть позже стало известно, зачем мужчина вонзил в себя нож. Оказалось, что химик переживал из-за своих нарушений режима и боялся, что его могут отправить в колонию тюрьму. Поэтому бедняга решил покончить с жизнью. Участковый объяснил, что все не так уж и страшно. Мужчину удалось спасти. Черная полоса. Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Культовый певец скончался в домодедовской больнице. У него была острая сердечная недостаточность. Шатунову было 48 лет. Напомним, вчера стало известно о смерти легендарного шоколадного зайца Пьера Нарцисса. Артисту было всего 45. Кражи ради острых ощущений. Кто такие шоплифтеры и как с ними борются? Шоплифтинг — это не вид спорта и не косметическая операция. Зазвучным названием скрывается банальная кража товаров в торговых сетях. Своё увлечение шоплифтеры оправдывают по-разному. Кто-то утверждает, что борется с несправедливо завышенными ценами, другие жалуются на нужду. Но есть такие, кто ворует только ради острых ощущений. На эту тему у сильных новостей сегодня вышел интересный материал. Обязательно его почитайте. Ссылку мы оставим в первом комментарии под этим видео. На этом у меня всё. Подписывайтесь на сильные новости в социальных сетях, ставьте лайки, присылайте нам свои истории, мы о них расскажем. Над выпуском работал Алексей Шкуров. И до встречи на сильных новостях.